Впервые сперматозоиды были обнаружены в 1677 году Энтони Ван Ливенгуком. И первое время ученые думали, что это и есть зародыш человека, а женщина нужна только для того, чтобы его вынашивать. Термин «сперма» происходит из греческого языка и означает «семена». Сперматозоид — это самая маленькая клетка в теле человека, в то время как яйцеклетка — самая большая. Сперматозоиды производятся в яичках и занимают только 10% от всего объема порции спермы. Все остальное — это биокомпоненты вспомогательных органов. Мужчины способны производить равное количество сперматозоидов двух видов. Одни содержат X-хромосому, другие Y. Пол ребенка зависит от того, какой из них оплодотворит яйцеклетку первым. Шансы 50 на 50. Только в программе ЭКО имеется возможность различать пол подсаживаемого эмбриона. С помощью компьютерного моделирования было установлено, что ДНК каждого сперматозоида содержит информацию приблизительно на 35 мегабайт. Таким образом, один выброс семени содержит порядка полутора тысяч терабайт данных, что равняется 10 миллиардам фото на Facebook. Если у мужчин в анализах спермы наблюдаются крайне низкие показатели, в ряде случаев при обследовании обнаруживаются так называемые микродилеции. Это такой феномен генетики, когда Y-хромосомой утерян ключевой участок информации. Выявление подобной мутации может кардинально повлиять на тактику лечения бесплодия. Это только малая часть интересных фактов о мужском репродуктивном здоровье. Быть экспертом в этой области означает обладать глубокими знаниями. За последние пять лет отделение андрологии ИРМ посетило более 30 тысяч мужчин, большая часть из которых добились желаемого потомства. Упор в тактике лечения мы делаем на улучшение мужского здоровья и достижение беременности традиционным путем. При тяжелых нарушениях мы имеем возможность применить высокие технологии, микрохирургию или ЭКО. Андрология ВРМ. Вы будете папой!